Фотошкола, 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 суда, ба! Ну и вот, чтобы снять первый кадр, мы вышли на улицу. У нас замечательная модель Кристина, которая приехала к нам издалека. Пока мы собирались, ушло солнце. Видите, да? Вообще, похоже, скоро будет дождь. Но мы решили уж все равно, раз вышли, давайте снимем. Ну, будет совершенно другая съемка. Я планировал от кадра такой весь залитый солнцем, такое все. Солнце светится. Ну, солнца нет, ничего страшного, да, будем снимать как есть. Если бы я вышел со вспышками, то, конечно, я бы сымитировал солнце и все бы сделал. Но мы решили, что этот урок мы будем делать без вспышек, с помощью вот таких отражателей. Отражатели Last Light. И я тут, к своему огромному удивлению, узнал, что эти отражатели... Вот ветер очень любезно подкинул мне отражатель в руки, входит в группу компании Манфрота. То есть, видите, это все, оказывается, делает Манфрота. Прямо рассказываю о своих любимых вещах. И вот они очень гордятся вот этим вот таким вот, потом посмотрите ближе, такой вот он полосатый. Он очень дает красивый отбирс на лице. Лицо становится, видите, таким ухоженным, загорелым. Вот видно, я думаю, по Кристине. Как мы будем снимать? Кристина залезет вот на эти любезно оказавшиеся здесь стулья на улице. И я сниму снизу. Ну, как я уже говорил, не будет такого залитого светом, к сожалению, кадра. Но я все-таки сделаю температуру. Вот сейчас она примерно равна 7 тысячам Кельвина. А я сделаю ее побольше, может быть, 8 или 9, чтобы все-таки он был такой теплый кадр. Давайте пробовать. Значит, вот у нас Кристина уже на позиции. Положим один отражатель вниз. Ну, просто, чтобы мы что-то видели под юбкой. Второй находится. Сверху Катя будет подсвечивать лицо. Ну, я еще раз говорил, к сожалению, нет солнца, но что есть. 400 единиц. Одна 125-я, диафрагма 6-3. И почему она стоит на стульях? Мы попробовали снимать снизу. В принципе, тоже можно снять, но, понимаете, очень широкоугольный объектив. Получается такая вот на эти очень широкие бедра и очень маленькая голова. Это не очень эстетично. Поэтому мы снимаем вот сейчас объективом 70 миллиметров. Давайте пробовать. Ага, поехали. И локоть там еще, локоть не вижу. Не попадает? Ну, ничего, ага. Ага. Еще более прямо голову и улыбку. Супер. Руку согни немножко. Локоть вот. Да, красиво. Супер. Чуть-чуть убери, ага. Голову вниз. Более прямо голову. Улыбка. Да-да, прямо взрываю. Ес. Ответственное дело. Вот, спасаем модель. Ну, мне кажется, мы сняли круто. Хорошая. У нас получилось. Идем дальше. Спасибо Кристине. Мы сняли этот кадр. И вот здесь проходящая девушка дает нам совет. Видимо, она эксперт. Что вы скажете? Нужно было просто больше раздвинуть ноги. Ну, видите, вот. Очень хороший совет. Это правильно. А пока начался дождь, но мы все равно продолжаем съемку. Пока мы переодевались для второго кадра, вышло солнце. Ну, мы решили первый кадр не переснимать. Уж пусть будет, как будет. Вот, хотим снять второй. Видите, такая вот, такая, я бы сказал, городская девушка в кантри-стайле. Получилось. Так назовем условно этот кадр. Снимаем по-прежнему отражателями. Вот, поставлю теплый. Я вообще не буду менять наш баланс белого, потому что пускай будет такая теплая съемка. Ну, давайте, да, начнем снимать. Да, хотел сказать. Хотел сказать, знаете, я уже рассказывал о сумках Манфрота. Вот расскажу еще об одной. Я вам показывал рюкзак. Это совершенно принципиально другой вид сумок, который мне, вот, я давно мечтал о такой сумке. Теперь она у меня есть, она мне очень нравится. Когда она нужна? Она нужна для съемки репортажа, когда у тебя не очень много аппаратуры, когда все носишь на себе. Вот в данном случае у меня здесь лежит еще один объектив. Вот. 70-200. Видите, ее можно открыть, как нормальную сумку, но здесь есть такой, вот видите, сверху карманчик, который можно просто приоткрывать и туда что-то очень быстро закидывать. А я люблю на съемках, мне надо быстро поменять, пока не ушло, так сказать, настроение, кадр не ушел. Быстро поменять, сунул, снял. Это очень удобно. Ну, если она не нужна, можно там резко закрыть. Также все защиты есть, там место для ноутбука, есть карманы, их много, но носить очень удобно. А во время съемки можно ее убирать назад и снимать. Вот так с ней приснимаем. Так, давайте приступим. Значит, модель у нас сидит вот в такой позе. Напоминаю, мы снимаем, да, такое небольшое подглядывание. Вот у модели, видите, непонятное искусство Уилла Гомперца. Очень рекомендую эту книгу. Люди, которые хотят что-то понять и, может быть, все-таки ответить на себя современное искусство это такой вот всемирный обман или в этом что-то есть, вот просто рекомендую прочитать. Очень здорово меняет сознание. Я прочелся, гром интересно. Так, начинаем приступать. Значит, у нас 200 единиц чувствительность, 125, 5, 6, но, может быть, немножко будем менять. Ага, красиво. Голову наклоняй, пожалуйста, в эту сторону. Ага, вниз. Рука, вот у тебя, мне нравилось, руку закинь сюда, вот вторую. Вот такая вот. Красиво. Вот все-таки диафрагма 7,1, потому что еще ярче стало солнце. Ага. Можно вторую ногу поближе? Поставь ее на носочек, пожалуйста. Вот, да, вот красиво. А если еще больше на меня? Более прямо, колено. Колено на меня. Да, подними. И теперь носочек. Угу. Попробуй руку вот так вот, чуть-чуть. Нет, нет, верхнюю руку. А ту оставь. Угу. Руку еще немножко. Еще чуть. Правую. Вот правая, которая лежит на колене. А вот? Вот сюда. Чуть-чуть, да. И вниз. Еще больше. Угу. Теперь чуть-чуть на меня ее. Да, да, да. Красиво. Ага. А теперь поставь, пожалуйста, ногу вот туда больше. Вот, вот так вот. Вот, вот. Ага. И знаешь, и вторую тоже, наверное, наверх. Немножко щучить лицо. Да, красиво вот так. Очень красиво. Угу. Садишься прямо. Чуть-чуть сюда поближе. Ага. Стоп. Дверни. Ага. И соедни колени. Вот. Угу. А юбка, наверное, вот так должна упасть по краям там, да? Ага. Мне кажется, колени должны соединили быть. Угу. Угу. Я еще тебя звену. Сиди. Звену чуть-чуть. Хорошее лицо уходит сейчас в стола. Ага. Она гнинет так на глаза. Вот прямо так. Может, прям, чтобы глаз не было. И можешь повернуть. Красиво вот так. Останься. Ага. Останься. Останься. Опять руки наверх. Ага. Да, красиво. Красиво вот так. Останься. Ага. Хорошо. А вторую ногу вот так вот. Нет, нет. И просто ногу уронить. Пальцы только странно. Может, куда-то руки. Катя, посвяти, пожалуйста, да? Цепь. Ага. Рука, да. Рука это стоит. Так тоже хорошо, да. Ага. Вот видите, у нас баланс белого поставлен теплый. Поэтому все очень получается в таких тонах. Монохром такой. Откинь голову назад. Вот значит, такой. Вот очень хорошо работает Кристина. Вот прокалывается, улыбается. Сейчас голову назад откинь еще. Ага. Ага. Ну вот в результате у нас получилась такая фэшн-съемка. Я бы сказал, с такой вот изюминкой. Кристина, которая вначале даже как-то смущалась, ну вот ей говорит, что понравилось. В общем, финальные кадры ей все понравились. И мы делаем последний кадр. Мы решили уже не шокировать общественность. Сделать его в студии. Возьмем просто вот там слева, видите, стоит одна вспышка. Просто снимем с помощью ее. На Кристину одели вот такие, видите, штаны Кевин Кляйн. Мужские. И решили сделать какой-то последний кадр. Просто вот она будет лежать. Я, знаете, как-то даже боюсь оглашать домашнее задание. Сделайте, пожалуйста, съемку в каком-то таком интересном стиле. Выкладывайте ее в Инстаграм с тегом Zotov School. Я обязательно проверю. И удачных всем съемок. Ложите. Просто ложите на меня. Отлично. А поставь вот так, опять ноги вместе, колени когда вместе, а низ чуть-чуть раздвинут. Попробуй эту ногу вообще у меня выстрелить. Можешь поднять? Вот прям вот буквально. Катя, поделаешь? Могу? Да. Ну, поскольку пылся тяжело. А потом... Ага. Отпускай. Останься. Вот можно правый локоть поднять. Правый. Да. Ну, вот так можно было бы снимать очень долго. Понятно, что красивая девушка. И она будет измываться над нами в таких красивых позах целый вечер. Ну, урок окончен. Еще раз всем удачных съемок. Вау. Круто. Это правильная реакция модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, очень мало детей и собак... Вот, кстати, красивая работа, мне нравится. Очень мало детей и собак, это хорошо, потому что, на мой взгляд, дети милые, собаки тоже очень милые, но вот все-таки мы же говорим о конкурсе фотографов, и снять их как фотографу очень тяжело. Надо придумывать что-то очень интересное. А тогда просто получаются милые кадры. Вот такое вот лето у человека. Если верить, инстаграм, да, вот мне нравится работа вот этого фотографа, девушка, да, из Австрии. Видите, есть интересные портреты, вот ребенок вот просочился. Есть интересные какие-то постановочные работы, хорошие панорамы. Вот есть такая вот шутка. Вряд ли такой кадр станет победителем. Что скажете, спрашивает автор? Ну, что сказать? Я думаю, надо сказать то, что красивая девушка в кадре и красивый пейзаж, это еще мало. Нужно еще поработать как фотографу, найти все-таки интересную композицию, интересную позу. Вот мне понравилась работа автора и вообще там много работ. Я бы сказал, что это такое, знаете, вот стиль Энди Орхола и фотографа Дэвида Ла Шапеля. Ну, очень хорошая стилизация, красивые работы. Конечно, очень много просто репортажных, но они тоже забавные. Но мы не ограничивали каким-то стилем, так что у всех есть шанс. Единственное, что вот такие работы, мне кажется, ну, видите, съемка в библиотеке, ну, разве это лето в мониторе? Такой снимок можно снять и зимой, и когда угодно. Будьте внимательны, вот такая же работа. Вот мы с Катей долго смотрели на эту работу, и Катя даже увидела тут лица людей. Если присмотреться, то действительно есть. Ну, автор пишет, что это море. Мне понравилась вот такая, да, забавная работа, интересная, видите, постановочный такой кадр получился. В целом есть разнообразие и ракурсов, и интересные сюжеты, и с кем-то юмором. Вот такую свинью подложила Софира Студио. Единственное, что я вот, я просто, это мое мнение, я не люблю такого фотошопа, мне вот не очень нравится такие пластиковые лица. Ну, можете ко мне не прислушиваться. Тоже вот мне очень нравится эта фотография, но она точно не имеет к лету никакого отношения. Но вот, тем не менее, сюжет забавный. Но, конечно, не входит в наш конкурс. Вот, из Израиля такую работу прислали, видите, тоже очень большая география школы. Это приятно. Мне понравился вот этот снимок, то есть мне не понравилось, как снято, мне очень понравился ракурс, понравился, как вот нашли, как модель сняли вот с этой нижней точки моря. Их положили, ну, положили, на мой взгляд, не очень удачно, можно было найти интерес, но, тем не менее, хорошо, что люди вот ищут какие-то интересные ракурсы. Ну что, вот такие работы, которые я, так сказать, на первом этапе отобрал. Ну, и еще раз повторю, всем удачных съемок. Смотрите нас.